Сегодня 10 июля, на улице идет дождик и наступила пора, не смейтесь пожалуйста откачать майский акацевый мед, который стоит с 27 числа на пчелоудалителях. У меня оставалось корпусов 12 наверное, я вот откачал, не знаю сколько тут корпусов стоит, вот накачал почти полторы фляги меда, там еще штук 6 наверное стоит. Так что, как мне сказала девушка Оксана из Крымска, моя посетительница, смените обстановку, отдохните. И вот я сменил обстановку, отдыхаю в комнате для откачки меда, откачиваю майский акацевый мед. Дождался. Хорошо качать акацию белую в июле месяце. Корпуса простояли месяц, на пчелоудалителях ни море, ничего, погрузил на тережку. И сейчас повезу откачивать. Прохладно, 23 градуса, дождик, прекрасно. Хочешь отдохнуть, измени дела. Вот дела изменил, на сдул две фляжки акацевого меда, я там пробовал измерить влажность. 16,5 получается. А по весне было 17. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и там один стоит 8, корпус откачанные. Стоят белые рамки, не откачанные, с ващиной натянутым, с чистым акацевым медом, откачаю в последнюю очередь. Так же тут висят. В общем, отдыхаем. Вот течет акация, густющая, еле-еле. В общем, решил я что. Получилось, что появились откачанные рамки, и по совету там коллег на форуме пчеловодном, решил что предпринять. Там еще четыре корпуса, они качаные, стоит у меня. Это 8 и 12, 12 корпусов меда, откачанного будет суши. 12 это 100 с лишним рамок. Как раз 61 семья, по две рамочки суши, откачанные под акации. Я думаю, гнездо пойдет просто изумительно. И пчела пойдет лучше с маткой, и пчелы будут на ней, матка будет работать хорошо. Что я сделаю? Я, наверное, крайние рамки семей вытащу, они запечатанные, вы видите полностью. Ну, естественно, буду смотреть, чтобы не было там пыльцы, чтобы не уносить пыльцу, которая на вес золота. Ну, а если не будет получаться, заберу две рамки со второго корпуса медового, полномедные, и уберу их в третий корпуса на тот прицеп. Как вы видите, у меня там, где стоял мед, они стоят тут обратной стороной. Освободились третьи корпуса. Туда я буду складывать мед, прямо на семье ставить сверху, полномедные рамки, и пусть они хранятся там. И думаю, что как раз и получается. Сколько корпусов я снял, сколько корпусов я медовых поставлю на этот прицеп третьими корпусами на семье. И, в общем-то, потихоньку, не спеша, попробуем дать работу пчелам. Ну и, как говорится, поработать чуть-чуть. Взяточек идет, был дождик. С утра пчелка заработала сейчас, вот как час назад. Ну, на весах что-то прибавилось. Грамм 200, да. Вчера было 2 килограмма. Вон, видите, 102,2, 104,2. То есть, получается, 2 килограмма пчелки вчера принесли. Также принесли и Сергеевы пчелы 2 килограмма. В 10 часов было 103,2, видно, выпарили. Сейчас 103,4, 200 грамм. Ну, дождь помешал, может быть, уже сегодня взятка не будет. Посмотрим. Пчелка начала кружиться около комнаты для откачки. Полезла на рамки, которые я вот выставил, попрятал. Ну, в общем-то, сказать, может быть, потихоньку начинаться напад. Ну, постараюсь завтра еще докачать оставшиеся 4 корпуса меда. И корпусов, наверное, 5 получится чисто акацевая, с белой вощины. Там 3 стоит, еще с 4 на 2. Это 8, 4 корпуса. Ну, это где-то будет фляжка полторы акацевого меда. И, в общем-то, получше, я там на форме пчеловодом рассказывал, что я накачал с 56 семей 36 фляг. Ну, получится, вероятнее всего, не 36 фляг, а где-то фляги 33-34. На 2 фляжки немножко, как говорится, я приврал, потому что рассчитывал теоретически и те корпуса свои считал на глаз. Ну, то есть, в общем-то, разница в 100 килограмм – это небольшая разница. Так что результат такой. В 56 семей будет накачано 34 фляги майского акацевого меда. По пчелам отчитался вчера, какое количество их было и стало. Ну, а по меду – вот такая ситуация. Теперь осталось его реализовать. Надо возвращать свои затраты, которые, в общем-то, озвучивать не хочется. Они, как говорится, некоторых ввергнут в шок. Так, все, загрузил свои стандартные две фляжки. Собрался ехать домой и подумал, то, что он вам рассказывал. Хотел сейчас подставить откачанную сушь. Вот видите, стоит их 3, 6, 8 корпусов. Осталось откачать еще 7 корпусов. Считал, как раз получается. Ну, что я подумал. Сейчас все-таки идет взяток. Идет взяток. И поэтому эти две-три рамки суши, которые я подставлю сюда вниз, в гнездо, они могут их также успешно сдалить, потому что вторые корпуса полностью сдалиты. Весовой улью тут весит 100... 103-400, но уже 103,5 килограмма. Такого, в принципе, у меня никогда не было. Я так не набивал. Плотно, я имею в виду. Всегда ставил 4 корпус. То есть, 3 или 7, или 2 отводку. Теперь распределял мед и ставил, потому что по-другому не получится. Но, исходя из того, что еще идет взяток, вчера было 2 килограмма, сегодня может быть килограмм, решил я этого не делать и подождать до окончания взятка. Как только закончится взяток, хотя бы 200-300 грамм останется. Тогда и буду ставить откачанную сушь из-под окончания меда. И я думаю, это, в общем-то, исправит ситуацию. Еще и подумал, ну, сегодня только всего 10 июля. Еще месяц, по идее, всегда был подсолнувствел. То есть, еще надо заниматься пчелами. Как говорится, вечером не хочешь, утром проснулся и вперед с песней. Поехали домой, выгрузим медок, смонтируем ролик, если будет чем показывать, и... до завтра. Ну, в общем-то, друзья, день 2, максимум 3. И все на этом месте закончится, потому что вот 3 дня назад я снимал, было еще что-то цвело, а сейчас уже практически семечки. Это гибриды, они моментально отцветают, но считаю, что все получилось как получилось, отлично. Набрал почти 55 килограмм подсолнечного меда. На зимовку хватит, на весну кормить пчел хватит, если, конечно, они останутся живы. Постараемся нарастить их на зимовку. Ну, в общем-то, шляпки неплохие. Вот, друзья, вот эти вот каналы глубоченные поотносительно покрыты были пленкой. Были уложены плиты железобетонные. И была эта растительная система. Тут недалеко насосная станция. Это была поливная система. Вон виден Волгодонск. На этом месте, даже на этом может быть поле, то есть, на этом месте, этого поля, мы, помню, стояли на люцерне, ходил фрегат, поливал люцерну, она выделяла от килограмма до двух с половиной. И помню, где-то в конце 80-х годов грузили вручную на КамАЗ и уезжали зимовать горячий ключ. Было время, прошли годы. Так что, вот такие вот дела. Продолжение следует...